всем привет ну давайте еще один большой совет как сделать успешную продажу я часто наблюдаю продавцов которые берут после того как клиент ушел ничего не купил либо клиент пришел сложный они начинают его обсуждать и начинает клиент в мозга тарах там не знают чего хотят они там понятно чем там думают когда этот год там бывает что если вдруг не может подобрать там нищеброды одни ну и вот таком духе друг другу рассказы про клиентов и соответственно потом удивляется почему клиент у них ничего не покупает это любая сфера сфера недвижимости сфера там телефоны там за этом любая сфера именно происходит так только происходит обсуждение так бурные очень такое интересно наблюдать и типа вот я такой бэтмен а клиент ничего не понимает клиент бестолковый да ну я сразу могу сказать как бы продавец и кассир это две разные специальности и это разная оплата если бы покупатель знал чего он хочет кого он хочет или что он хочет тупые продавцы не были нужны то скорее всего просто бы тупо брали бы там тренд магазине либо там дистанционно покупали бы и все либо просто на кассу проходили бы давали денежки и кассир бы пробивал кассиры он свою роль выполняет немножко по-другому задача кассира правильно провести денежную операцию по кассе задача продавца сделать так чтобы эта операция так скажем скажем совершилась для того чтобы человек взять подвести до кассы это немножко двое разное соответственно работу продавца в любой сфере она гораздо сложнее чем работать того самого как бы кассир там либо любого работника поэтому что я могу сказать поэтому продавцу платит дороже чем всем остальным очень много слышу таких вот возмущений особенно там в строительном бизнесе вот мы там строим там имеем там такой-то процент продавец который продал готова объект который своими руками ничего не делал он он там получать зарабатывает там в разы больше ну я могу сказать что построить скорее всего по тем технологии которые есть гораздо проще чем взять этот продукт реализовать поэтому продавцы и зарабатывают больше чтобы стать успешным продавцом нужно для себя уяснить одну такую такую железную такую логику и железное такое правило все клиенты в основе своей хорошей если клиент по какой-то причине как-то с вами не соработался или с работой с другим ищите себе значит что то вы неправильно сделали что вы неправильно доработали значит вы или совсем не доработали поэтому как бы надо брать работать как бы и и соответственно зарабатывать и давать возможности клиенту как бы как бы обрести новое счастье Клиенту давать возможность обладать новыми вещами. Поэтому, конечно, многое зависит именно от продавца. Ну, я еще не видел продавцов на своей практике, которые бы хелл бы клиента, да, клиент херовый пошел и так далее, так далее, так далее. И у него были бы успешные продажи. Я не видел еще только у продавца. Мне нравится такси-гост в этом отношении. Я помню, как-то годика два назад взяли и заставили девочек в трубку улыбаться. В трубку улыбаться, понимаете? Ну, раз желательно относиться в трубку улыбаться. И сразу отлик у клиентов стал гораздо выше. Они стали более такие, не знаю, там, меньше стало, скажем, прыжников, меньше стало отбоев и так далее. Хотя просто взяли и заставили улыбаться. Что я могу сказать здесь по поводу всех? Вот иногда приходишь в магазин, смотришь, за каким лицом сидит. Ну, если бы я был руководителем магазина, я бы, скорее всего, этого сотрудника просто отправил бы домой, там, ну, да, без содержания и все. Чем он настроение свое непонятное какое, он возьмет и передаст всем моим клиентам. Ну, как бы, и здесь все то же самое. Но не прет вас, там, не знаю, все, сегодня настроение плохое. Все, как бы, надо на все забить и не мучить ни себя, ни окружающих. Часто мне мои друзья и, кто меня знает, знакомые задают вопрос. Ну, такие, которые не совсем близкие. Обычные друзья, знакомые задают мне вопрос. Максим говорит, вот мы тебя столько знаем, говорит, в продаже, все. У тебя, говорит, что ты такой, прямо в такой степени оптимист. И у тебя не бывает плохого настроения, у тебя не бывает, не знаю, желания какого-нибудь плохого и так далее. Говорит, ты всегда там приветлив, всегда улыбаешься, всегда к себе располагаешь. У тебя, говорит, что, самая сахарная жизнь, говорит. Ну, что я могу сказать? У меня жизнь, как у всех нормальных людей, у меня бывает и черная полоса, и белая. И бывает черная полоса гораздо больше, чем белая. Такая зебра, да, какой-то непонятный раскрас, такая российского исполнения. Но я для себя сделал такое четкое правило. Мое настроение никак не должно сказываться на клиенте. Если я пришел на работу, там, не знаю, там, пересили себя, убей себя, все. И возьми просто, и, как бы, дари людям эмоции, дари людям позитив. И благодаря этому зарабатывай. Не надо там всем своим. Я могу сказать, что только 3% по статистике покупателей покупают у продавца, которого там все не ухерова, все плохо, покупают из жалости. Все остальные, все остальные покупают только тогда, когда все хорошо вокруг, понимаете? Поэтому, как бы, вам тоже советую. Сейчас, конечно, многие стоят. Вот, она всякую херню говорит. Вот, там, у меня есть настроение плохое. Как им... Ну, блин, плохое настроение, иди, бери больничный, иди домой. Прям иди в больницу, скажи, у меня плохое настроение, дайте мне что-нибудь. Не хочу я зарабатывать сегодня. Хочу просто сидеть дома. И, как бы, тебе будет лучше, для ваших клиентов будет лучше. Ну, вот, как-то так вот. И я могу сказать, что все мысли материальны. Если вы себе позволяете, там, после работы, брать и обсуждать клиенты, и говорить, какие клиенты все козлы, какие они там все такие плохие, какие они такие мозготрахи, не знают, чего хотят, не знают то, не знают это. Ну, скорее всего, этот клиент у вас ничего не купит. Ну, я даже уверен на 100%. Ну, ничего не купит. Потому что клиенты все это чувствуют. Клиенты все чувствуют. Даже вы, когда вспомните, когда вам позвонили с банкой или еще откуда-нибудь, вы чувствуете, когда человек к вам расположен, когда он улыбается в трубку, когда он с вами очень вежлив, тактичен. И, как бы, от него прям чувствуются, эмоции вам передаются. И вы чувствуете, когда человек вам позвонил для того, чтобы просто позвонить, да. Это все чувствуется. Я помню, была старая гвардия в такси ГОСТ, такая, в которой не улыбались. И пришла новенькая девочка. Я просто, кажется, наблюдал. Она берет всем клиентам в трубочку, улыбается такая, счастливая такая, сидит все. Ей они говорят, ты что, дуру, что ли? Говорит, тебя клиент не видит. Ты свою энергию тратишь. Ты что делаешь? Да, ну мне так Максим Владимирович сказал, надо улыбаться, надо... Ты что, ты что, ты что, сейчас 2 часов на улыбаешься, потом все тебе... Ну, вот так вот, короче, в таком духе. Ну, она молодец, она не сломалась, она продолжала улыбаться. И потом стала одной из самых лучших диспетчеров. А, соответственно, лучшие диспетчера зарабатывают гораздо больше, чем не лучшие, так скажем, да, чем обычные. Поэтому, я могу сказать, самое, например, простое, например, ключевое правило, что успешный продавца, это быть жизнерадостным, чтобы он мог расположить себе клиента. И, соответственно, просто, даже если вы не сделаете продажу к человеку, даже если вдруг там не разместились его сегменты или еще что-нибудь, он обязательно вас порекомендует своему ближайшему окружению, скажет, блин, там работает такой классный продавец. Конечно, может быть, дыгает, и там ничего не купишь у него, но он тебе создаст хорошее настроение, которое тебе будет просто... Хорошее настроение дороже стоит, чем все остальное, чем вещи. Эмоции, они гораздо интереснее, чем предметы. Поэтому думайте, думайте. Если по жизни пессимист, ну, не нужно тогда вот идти общаться с людьми, тогда вам лучше где-нибудь поработать в такой сфере, там, где нету соприкосновения с другими людьми. Ну, там на станке ставите, там шеете, там, не знаю, там себе тряпки, еще что-нибудь, там много таких вот есть. На складу, там, хотя там тоже на складу есть деньги, вот, не деньги, а те же самые, там, вот, скажем, коллеги, туда просто идите, вот, в такое, чтобы изолировано. У нас просто, у нас парень ушел с нашей команды, уволили, да, его, и спрашивали, вот, у вас, наверное, там, текучка, там, еще что-нибудь. Ну, как сказать? Ну, вот, там, ну, не было вот этого сделать. Я понимаю, почему. Мы в первый день с ним познакомились, в первый день что-то едем на объект, а у него такая рожа, как будто, я не знаю, как будто, я не знаю, как будто он, не знаю, там, с кем-то там, чем-то занимался, я взял его, отвлек и, ну, как бы, и ушел с ним куда-то, понимаете? И вот с таким недовольным лицом, такой, ездит, там, что-то непонятно, там, что-то там говорит, я им говорю, ты как с клиентами работаешь, говорю, ну, типа, ты, ну, раз такой менеджер хороший, нормально с ними работаешь, такой, я говорю, да, я, ну, я сомневаюсь, что ты нормально работаешь, говорю, ну, просто с таким вот настроением, с таким вот отношением к жизни очень тяжело что-либо продать. Ну, в принципе, я оказался прав, вот месяц я за ним понаблюдал, ни одной сделки, конечно, завершенной, и все. А у нас, получается, в компании, ну, не держат те, кто не приносит прибыль ни себе, ни компании. Ну, если ты не приносишь прибыль, зачем тебя держать, понимаете? Поэтому, что я могу сказать? Хотя парень нормальный, ну, как бы, знает хорошо объекты, знает, ну, как бы, знание у него же хорошее, там, опыт у него там был уже большой, там, больше, там, трех месяцев. Ну, человек у нас покупает не, ну, как бы, клиент у нас покупает не опыт твой, не знание, он все равно покупает больше все в сумме, там, от того, как ты его к себе располагаешь, от того, как ты к нему относишься, от того, в общем, очень много факторов. Ну, еще раз хочу повторить, вот я из-за чего это видео снял, именно, именно делать из таких ошибок. Запомните, все клиенты хорошие, плохих клиентов не бывает. Если вдруг оказался клиент какой-то плохой, в вашем понимании, да, в кавычках, что-то он там не сделал, значит, вы с ним не доработали. Ищите в себе. Развивайтесь, там, сходите на тренинг на какой-нибудь. Если не можете улыбаться, по психологу сходите, чтобы, в конце концов, психолог вас настроил, что жизнь прекрасна. Либо в Сочи приедьте, в конце концов, посмотрите все вокруг, и у вас сразу настроение поднимается. Ну, у нас солнышко светит, я еду сейчас без двадцати восемь, просто супер, понимаете? Ладно, давайте, всем вам хороших продаж, всем хороших положительных эмоций. И могу сказать, что, еще раз резюмирую, что когда у вас хорошее настроение, когда у вас все хорошо, значит, у вас все будет хорошо в вашей жизни, в ваших продажах, не знаю, там, в вашем существовании и так далее. И все это чувствуют. Ну, и вы сами это чувствуете. Все, до скорых встреч, почти приехал на работу. До свидания.